Итак, мы переходим к следующей точке нашей карты, нашего экрана. Она называется ИКР. Идеальный конечный результат развития моего стартапа. ИКР. Развитие моего стартапа. Точка. Видение. Мы переходим на описание этой точки. И для прохождения этой точки необходимо ответить на соответствующий вопрос и заполнить его на своей страничке. Что нужно ответить? Представьте, что прошло какое-то время. Достаточно для того, чтобы у вас получилось то, чего вы хотите. Достаточно для того, чтобы ваш стартап стал успешным. Представьте, что он стал не просто успешным. А вы достигли потрясающего, идеального результата для вас. И каким будет этот успех? Что будет, если через какое-то время, достаточное для того, чтобы ваш стартап стал успешным, вы достигли этого результата. Идеального, конечного результата. Представьте, что все условия сошлись. Представьте, что у вас все получилось. Все, как вы задумывали. Представьте, что проблемы, которые стояли перед вами, исчезли, испарились. Как весенний первый дождик, превращающийся в ливень, смывает и очищает улицы, наполняет свежестью, озоном и чистотой. Вот так же выдуло все проблемы, которые могут быть на пути у вас к успеху. Просто представьте, что их смыл. И вы достигли этого результата. Вы достигли этого успеха. Каким он будет, этот успех? И ответ на этот вопрос нужно представить в виде картинки, видения. Это внутреннее видение, картинку. Увидеть себя, достигшим этого успеха. Увидеть себя со стороны. Увидеть себя с позиции третьей камеры. Увидеть себя, увидеть, что там вокруг. И это должна быть картинка. Пример. Представьте сейчас пустыню. Представьте, что вы открываете холодильник и видите, где у вас лежат яйца. Представьте, где у вас лежит кусочек вкусного сладкого бекона. Молоко. Закройте холодильник. Представьте, рядом с холодильником лошадь. Какого она цвета? Какого она размера? Представьте, в этой пустыне цветы. Сколько их? Какого они цвета? Размера? Видите, наше мышление, наше сознание, наш ум легко производит картинки. Каждый раз, когда я предлагал вам это увидеть, образы возникали в вашей голове. И они были очень конкретными, четкими и ясными. У каждого свои, но они были конкретными, четкими и ясными. Вот такой же должна быть картинка про ваш успех. Увидите эту картинку и запишите ее. И лучше всего делать это упражнение с метром. Лучше делать с метром. Записанную картинку, увиденное, вы записываете. Итак, вы ставите себе нолик, если прохождение этой точки является для вашего стартапа избыточным или бессмысленным действием. Вы ставите один крестик, если думаете, что ответ на этот вопрос будет полезным для успеха стартапа. Вы ставите два крестика, если ответили на этот вопрос и записали его на своей странице. И три крестика, если записали, и чувствуете полное удовлетворение от проделанной игроподой. Зачем это нужно? Это даст правильный фокус и ориентир на развитие стартапа. Это поможет команде скоординироваться в своих действиях, в видении. Это создаст образ для пожеланий членов артели успеха вашему стартапу. И не недооценивайте силу человеческих пожеланий. Это страшная сила. Страшная мощная. Итак, вопросы? Понятно все. И мы переходим к следующей точке. Продолжение следует...